Всем здравствуйте! Доброго времени суток! Давайте сегодня посмотрим, что будет интересного на следующей неделе, с понедельника по воскресенье. У нас будет, как обычно, три варианта и четыре колоды карт. Руны, Пенорман, Аракул и обычные карты. Давайте сделаем три варианта. Первый вариант у нас будет Горный Хрусталь. Второй вариант у нас будет Моховый Агат. Третий вариант будет Лабрадор. Вот такие вот три камешки. Что нужно сделать? Нужно сделать глубокий вдох, закрыть глаза и выбрать только один вариант. Два варианта мы, пожалуйста, не выбираем. Все, поехали! Сейчас будем смотреть наших единичьих любимых. Второй вариант. Сюда поставим красиво будет. И поехали! Сейчас будем мешать карты, выкладывать на семь дней. Сейчас будет такой большой у нас расклад. О, выпал у нас Рот. Так, начнем, наверное, мы, как обычно, с Ру, потом Пенорман. Это рука, ты, подсказка, вам. Значит, задаем вопрос. Как пройдет следующая неделька с понедельника по повоскресеньям наших единичек? Пусть нам Руны подскажут. Сейчас я на вас настроюсь для наших единичек. Суббота немножко напряженная будет. Так, в принципе, вся неделька достаточно такая... Ну, Паруна, во всяком случае, достаточно ничего так. Но суббота немножко напряженная. Сейчас спросим у Норман. А, как пройдет неделька у наших единичек? Что будет хорошего? Так, карты подскажут. В среду будете принимать какое-то решение. Посмотрим дальше. Что нам скажут? Ой, что нападает, кто-то спешит. Что нам скажут карты по поводу единичек? Так, в среду надо будет заняться здоровьем. Немножко, может быть, отдохнуть. А в пятницу будут какие-то вопросы касаемо вашего союза, каких-то договоренностей с людьми. Сейчас посмотрим дальше. Какие у нас будут советы? Воскресенье. Единичек. Кстати, воскресенье у вас очень денежное. Очень денежное воскресенье. Новый рассвет отношений будет во вторник. Что-то в среду вы задумались. Задумались. Да, напряжённая ситуация в субботу. Вот прям все карты об этом говорят. Поехали смотреть. Смотрим. В понедельник. В понедельник у единичек у нас выходит руна Альгиз. Поддержка высших сил. Поддержка богов. То есть в понедельник можно начинать любые дела. Какие-то новые проекты, какие-то новые планы, мечты воплощать именно в понедельник. Говорят, оракул, у вас будет любовь и изобилие. День, в принципе, очень приятный. Какой-то мужчинка у вас тут, король Трифова, очень такой серьёзный, ответственный, общительный, мудрый. В общем, очень интересный мужчинка у вас появляется. Такой карьерист, я бы сказала. И много каких-то, знаете, много разговоров. Может быть, какая-то такая суета. Знаете, то есть день пройдёт достаточно интересно, достаточно нормально. Вот при поддержке высших сил. То есть тут очень-очень спокойный. Очень хороший день у единичек. То есть всё хорошо. Что касается вот вторника, тут интересно. Смотрите. У нас выпала и девушка, и мужчина, и Руна Райдо, и новый расцвет отношений. То есть вы, девочки, идёте к своей цели. Кто был без пары, то есть большая вероятность, что именно во вторник вы, наконец, встретите своего мужчину. То есть вы движетесь чётко, едете туда, куда необходимо. То есть Райдо – это всегда какие-то движения, какие-то поездки, какие-то путешествия, командировки. Просто, вы знаете, как путь судьбы по жизни. То есть вы, девушка, у нас очень такая энергичная, очень активная по жизни. Такая самостоятельная, очень целеустремлённая. И то есть у вас тут во вторник будет всё очень-очень хорошо. То есть по деве у нас идёт расцвет новых отношений, и мужчинка появляется, и вы движетесь к своей мечте. То есть всё хорошо. В среду будете принимать решение. Почему? Потому что Руна Манас. У нас тут идёт четвёрка пик, идут тучки полинорман. То есть действительно какое-то важное решение будете принимать. Вам нужно немножко остановиться, подумать, всё проанализировать. Потому что какая-то неясность, какие-то переживания, но это всё временно. То есть за это вы не переживайте. По четвёрке пиковой надо, конечно, немножечко, знаете, проверить своё здоровье. Может быть, где-то немножечко отдохнуть. Возможно, какое-то чувство усталости будет, чтобы как-то сгладить это всё дело. Ну, и тут говорят, что у вас будет проводник во тьме. То есть не переживайте, эти все трудности, неясности, они как бы вот пройдут. И это всё действительно временно. Что касается следующего дня у нас, смотрим. Четверг. В четверг у вас тут вышла Руна Беркана. Как интересно. Вышла Руна Беркана, вышла десяточка. У нас идёт разрушение какое-то, да, какая-то трансформация. Причём очень быстро, пока сели. Либо это будет классный урожай, как вариант, но может, кстати, что-то разрушится. Какие-то важные финансовые документы будут, какая-то прибыль будет, какие-то новые перспективы будут. Ну, под Берками вообще всё растёт, всё увеличивается, да. То есть, скорее всего, может трактовать тут больше как урожай, потому что всё идёт по деньгам, деньги, 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 да. Но, возможно, и у кого-то проиграется, людей-то много нас смотрит, да. Возможно, проиграется, как, возможно, какие-то, знаете, вот действительно какая-то трансформация идёт. Идёт трансформация, и нам Оракул говорит, ищите союз разума и духа. То есть, вот такое интересное послание. Ну, документы важные будете подписывать. Ну, Беркана прекрасная руна, то есть, это она отвечает за женское счастье, за семейное счастье. То есть, тут видите, такая девушка беременная стоит в лозе берёзки, да. С такой длинной, косой, очень красивая карта. То есть, вот день пройдёт достаточно интересно, ничего такого плохого нет, и это уже очень радует. Что касается пятницы, смотрите, небольшая какая-то заморозочка в отношениях с людьми. Возможно, это где-то будет касаться либо действительно какого-то вашего брака, либо какой-то договорённости с людьми, возможно, какие-то обязательства. Тут небольшая будет заморозка. Нам говорят карты по ясновидящей, следуйте за своей интуицией, да. Ну, и какие-то будут вести однозначные, какие-то тоже бумажные, денежные хлопоты. Вот, то есть, вот день пройдёт достаточно, знаете, как спокойно, но где-то, возможно, действительно, знаете, как в состоянии заморозки. Может быть, вам хочется что-то быстрее, а оно так немножечко заторможено. Ну, в принципе, день тоже достаточно интересный. Что касается субботы, тут небольшие конфликты есть. Какие-то юридические вопросы, возможно, придётся решать. По кинжалу нам сразу же говорят, что вас ждут опасности и конфликт по руне Турисас. Руна Турисас, она у нас очень такая тоже напряжённая руна, я бы сказала, да. И, скорее всего, что это связано как-то с работой. Как-то с работой, возможно, у кого-то проиграется какие-то судебные разбирательства, какие-то юридические вопросы. Ну, в общем, надо, короче, этот день немножечко провести более спокойно. Старайтесь в этот день никакие отношения не выяснять. При руне Турисас, знаете, как лишнее слово, может привести прямо к крушению всего. Поэтому тут надо очень-очень аккуратно. Руна самоклассная, но очень такая, действительно очень напряжённая. Что касается воскресенья. В воскресенье тут вам говорят, что у вас какой-то будет подарок, какой-то выигрыш, какой-то бонус. Получение какой-то крупной суммы, успех в делах, помощь свыше. По руне Феху то же самое. Руна Феху — это главное руна денег, богатство всего материального. Какие-то важные известия получите достаточно быстро. Но тут нам говорят, оракул, искушение может сбить вас в пути. То есть вы, пожалуйста, денечки там далеко никуда не ускакиваете в своих мечтах. Но то, что будет классный день именно по денежке, да, по денежке у вас будет всё очень хорошо. То есть будет какой-то прорыв в деле, вот, и, возможно, помощь свыше. То есть всё идёт так, как надо, по руне Феху в том числе. Всё, единичка. Вот такая вот неделька, в принципе, достаточно интересная. Есть пару моментов, на которых стоит обратить внимание, но на самом деле она такая, очень спокойная, я бы сказала. Очень такая, хорошенькая. Всё, я вас благодарю за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, кто впервые зашёл. Ещё будет очень-очень много интересного. Ставлю на паузу, перемешаю все карты, буду заниматься двоечками. Так, двоечки, здравствуйте, я вас приветствую. Давайте посмотрим, как пройдёт неделька. Как пройдёт неделька? В понедельник, по воскресенье для второго варианта. Сейчас я уберу всю информацию. Так, ещё немножко перемешаем. Так, ещё немножко перемешаем. Отлично, неделька прекрасная. Ну, только в понедельник небольшая нужда. А так, в принципе, всё достаточно неплохо. Это хорошо. Посмотрим сейчас, как остальные карты нам что подскажут, уточним, что расскажут. Так, для второго варианта, как пройдёт неделька, более нормально смотрим. А вот вы, кстати, в субботу с каким-то мужчиной. Я так подозреваю, что у вас какие-то отношения благополучно закончатся. Я ещё думала, ингуз, это что? Ну, вот у нас выпал медведь. Скорее всего, что действительно в субботу у кого-то благополучно завершится какой-то процесс. Скорее всего, связан с мужчиной. Да, мы сейчас посмотрим, что там ещё карты скажут. Четверг, классный. Ой, пятница вообще классная. Пятница классная. Да, вами кто-то манипулирует. Возможность откроется в воскресенье. А какая-то, какой-то кризис в понедельник. Кризис, 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 кризис. Какой-то самообман. Сейчас посмотрим. Понятно, что не у всех, смотрите. Если там вы слышите, что-то такое идёт не очень приятное, то вы же на себя это сразу не надеваете. Лучше хорошее проверяете. Потому что всё равно люди очень много смотрят. И, конечно, 100% он не может проиграться. Ну, максимально, да. Многие пишут, что он практически 100% и проигрывается. Не у всех есть треугольники, да. Но у кого-то они есть. Тут в понедельник будет как раз вопрос по треугольникам. Надо будет мудрость включать. Какая-то, знаете, вот такое исключение, будто вся любовная тема. Вот вся неделя в какой-то одной любви, блин, эти двоечки. Что же у нас с вами такое тут вылазило-то, а? Смотрите, вот какая-то ситуация, которая длится уже очень долго, да. У нас тут уже рот вышел. Такой-нибудь, какой-то кризис в вашей жизни. Не у всех, опять-таки, повторюсь, но у некоторых проиграется действительно. По тройке червей какая-то, вот знаете, как, ну, вмешательство третьего лица в отношения, да. Какой-то треугольник, какой-то самообман. Из-за этого у вас какой-то кризис. То есть тут надо силу и мудрость проявлять. Однозначно. Вот. То есть тема такая, что какая-то любовная тематика у нас, причём уже, что практически по всем дням она идёт. И вот этот вот кризис, надо с него, короче, уже выходить, потому что он длится уже давно, давно. У некоторых он действительно длится давно. И вот карты говорят, что надо какие-то решения принимать, будете принимать решения в четверг. Во вторник, смотрите, какая-то опасность. Почему? Потому что у нас, во-первых, выпадает змея, выпадает пятёрка пик, какие-то упущенные возможности, какой-то разрыв отношений, какое-то, знаете, какое-то расставание, что нужно прошлое всё-таки оставить. Да, может быть, вы в понедельник примите решение всё-таки оставить. Какая-то тут соперница и женщина однозначно. И тема касается короля, тема касается именно мужчины. Да, такого авторитетного, дипломатичного, такого очень властного, я бы сказала. То есть вот что-то тут действительно будет происходить во вторник, опять-таки не у всех это проиграется. Но какая-то вот женщина в вашем поле появится. Возможно, у вас с ней будут какие-то ссоры, какие-то стычки. Возможно, наоборот, вы с ней окончательно попрощаетесь. Такое тоже может быть. Это может быть какая-то соперница, но она коварна, она опасна. То есть двоечки, посмотрите, пожалуйста, во вторник, кто там рядом с вами, от кого идёт какой-то, может быть, негатив. В общем, вот так вот, да. Да, оставить прошлое, такая тема. Что касается среды. Ну, то, что вы будете в потоке, это понятно. Опять-таки, много какой-то суеты, каких-то разговоров. Ревность ведёт к крушению по медузе, да, какие-то искушения, чтобы вас не сбивали из пути. Ну, вот по десятке мечей, понимаете, это как? С одной стороны, десятка пик, вернее, да. Ну, она похожа на десятку мечей. То есть, с одной стороны, это что-то плохое очень действительно уже заканчивается, да. Но это всегда какая-то неожиданность, какая-то неудача. Неудача, то есть, возможно, какие-то обманы, ссоры, то есть, вот что-то такое, да, непонятное. То есть, тут какие-то сплетни, какая-то тоже бестолковые разговоры, вот. И вам рекомендация, да, особо никаких действий не предпринимать. То есть, просто этот день пережить, вы знаете, как вот в потоке идти, как идёт, так и идёт. То есть, никаких резких движений не делать. Оно пройдёт, потому что дальше будут достаточно прикольные дни. Но на это обратите внимание, пожалуйста. То есть, что-то по десятке мечей, тут да. Какой-то обман, возможно. Какой-то, знаете, вот, какие-то, может, мысли даже нехорошие. Такое тоже может быть. Ну, в общем, посмотрите, пожалуйста. Хорошо, потом мне напишите, расскажете. Четверг. Четверг. Думы мои, думы, да. Смотрите, как интересно. Выползает у нас тут король. Король Пикова и любовь. Истинная любовь и преданность. Причём в хорошем понимании, потому что по букету тут счастье, красота, радость. И вы будете принимать, девочки, решение по поводу этого мужчины, по поводу этого короля. Король у нас кто? Ну, однозначно он старше вас. Это может быть человек в форме. Начальник, владелец, может быть, вдовец, ну, в общем, может, ведун какой-то, да. То есть, может быть, врач, юрист. В общем, какие-то у вас с ним будут отношения. Ну, и, в принципе, карты все очень-очень-очень хорошие. Но какие-то важные решения вы будете принимать. Что касается пятницы. Ну, в пятницу мы уже немножко расслабимся. Скорее всего, вы так расслабитесь, что прям совсем, да. Потому что тут, говорят, не потакайте своим желанием и веселем. Будет как-то много денежных переговоров. Получение суммы денег. Такие стабильное финансовое положение. Какая-то, возможно, дружба. Тут, в принципе, по саду все такое, знаете, расслабление, места отдыха. Возможно, какой-то праздник. Ну, и руна кенос, руна раскрытия, руна творческой энергии, руна такого огня. То есть, день пройдет прекрасно. Вот прекрасно. Прям, ну, замечательно. Этот день очень-очень хороший, поэтому все хорошо. А что касается субботы. Вот тут вот интересно. Что говорят? Говорят по рунингуз, что вы действительно можете завершить процесс, закончить отношения с каким-то человеком. С медведем, да? Это такой человек очень властный человек. Взрослый человек уже такой, как сказать. Возможно, он либо ваш начальник, да. Либо действительно какой-то человек очень такой мужественный, такой основательный. А что говорят? А говорят, что вы не управляетесь событиями, что вами манипулируют. Возможно, даже какие-то негативные воздействия на вас идут. И пока воображение затмевает здравый смысл. То есть, этим человеком нужно поаккуратнее, да. Посмотреть, что будет происходить именно в субботу, да. Какие решения вы будете принимать. Но у кого-то проиграется, что да, с кем-то действительно закончится отношение по рунингуз. Такое тоже вполне возможно. Ну, а что касается воскресенья. Тут идут какие-то судьбоносные события, какая-то судьбоносная трансформация. Говорят, что вы в полной безопасности не переживаете. Будет у вас какое-то деловое общение, какой-то звонок, письмо, какие-то новые возможности. И они такие, они судьбоносные, действительно. То есть, девочки, вот двоечки. В воскресенье будет какая-то трансформация, роман на газ, да, такой рассвет. Когда всё плохое реально заканчивается, начинается такой достаточно светло-радостный период в вашей жизни. Поэтому всё хорошо, всё прекрасно. Неделька вот такая вот интересная у нас прошла. Пройдёт, вернее, да, я тоже загадала второй вариант. То есть, что-то будет судьбоносное, действительно, именно в воскресенье. Всё, ну, вы в полной безопасности, не переживайте. Всё, я вас благодарю, двоечки, за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на мой канал. Будет ещё очень-очень много интересного. А сейчас перемешаю, поставлю на паузу и буду заниматься троечками. Так, троечки, здравствуйте, я вас приветствую. Давайте сейчас посмотрим, как пройдёт ваша неделька с понедельника по воскресенье. Смотрим на Ленорман, на рунах, на картах, на Ракуле. Соберём всё воедино, посмотрим, что нам, что говорят, на что обратить внимание. Что будет хорошего у троечек, как неделька пройдёт? Ой, в понедельник у вас будет радость. Во вторник у нас руна пустая, в среднюю руна Иса, в четверг руна Феха, отлично. В пятницу ламбуз, биркана и руна Кенаса, замечательно. Ну, всё, в принципе, по рунах очень даже неплохо. Сейчас посмотрим на Ленорман. Так, спрашиваем, как пройдёт неделя у наших троечек, что будет хорошего. Ну, что обратить внимание. Какой поток. Какие-то у вас очень радостные перемены будут во вторник, кстати. Удивительно. Счастье в заморозке, да? Ну, счастье заторможено, счастье ваше. Так, интересно. У нас, кстати, так хорошо мешала карта. У нас тоже, по-моему, во втором варианте, или в первом, было биркана и змея. Ха-ха. И тут тоже самое, биркана и змея. А эта женщина-змея у вас будет в субботу. Что она будет хотеть, мы сейчас посмотрим. Так классно мешают всё карты. Так, задаём вопрос у меня. Колода карт называется красная и черная, по-моему. Ну, очень классная тоже. Это обычные гральные карты. И вот интересно тоже на них смотреть. Так-так-так, ну, вторник, да, нужно будет внимание обратить. Что-то, короче, я так понимаю, что, скорее всего, что во вторник. Ну, сейчас мы посмотрим, что ещё скажет нам оракул. Короче, в понедельник у вас будет очень хороший день, такое веселье, я бы сказала. Веселье-веселье. Будете веселиться в компании. Будут очень хорошие перемены. Поэтому тут самое главное посмотреть, что во вторник. Потому что тут такой джокер не очень. Да, веселье прям, говорят, не потакайте своим желанием. К самой любви, блин. Ай-яй-яй. Ну, сейчас мы посмотрим. Всё равно всех победите, в общем. Да-да-да-да-да-да. Беда будет за вами. У меня те ключи, которые решат все вопросы. Смотрите, в понедельник. Вот у нас интересная такая позиция выпала, да. У нас руна в уни, руна радости, руна счастья, руна какого-то веселья. Причём даже у нас тут уже сам сатир вышел в веселье и потакание желанием. То есть какой-то у вас будет реально вот очень-очень радостный день. И будет очень-очень классное изменение. Ну, по тройке сердец, по тройке червей, да, не знаю. Тут мне больше идёт как просто какая-то пьянка-гулянка. И будет реально, знаете, как одна женщина, двое мужчин такое тоже может быть. То есть просто, возможно, будете классно проводить время в какой-то компании. То есть тут все карты очень хорошие. Поэтому ждите, короче, каких-то очень радостных событий в понедельник. Что касается вторника, тут интересно. Сначала у нас вышла пустая руна. Потом у нас вышла коса, потом вышел джокер, вы не управляетесь событиями, манипуляция, да. И получается у нас тема любви. То есть мне так кажется, что нужно тут немножко присмотреться во вторник, как будут развиваться события. Почему? Потому что, опять-таки, это проиграется не у всех. Это расклад общий. Но, возможно, какая-то будет трансформация. И вам нужно посмотреть более внимательно, кто вами манипулирует, кто вами управляет именно в сфере любви. Хорошо? Потому что по пустой руне все решения принимает человек. И от его действия зависит его будущее. То есть высшие силы в данном случае не вмешиваются. Они просто наблюдают. Поэтому по косе тут как бы, если надо будет с кем-то закончить какие-то отношения, с каким-то манипулятором, может быть, это его благо, да. Просто понаблюдайте, как пройдет этот день. Что касается среды. Смотрите, тут вообще интересно. Вот нам говорят, что, возможно, какой-то будет неприятная какая-то встреча либо конфликт. Но в любом случае вы победите над невзводами судьбы. То есть вот по семерке пика, ну, как-то, да, вот, возможно, какие-то срывы, возможно, какие-то горчения. То есть вот какие-то неожиданные какие-то обманы. Но вы все равно всех победите. У нас еще выходит карта солнца. Это полнейшее благополучие, счастье, радость, все прекрасно. Но, видимо, какие-то моменты будут, на которых тоже стоит обратить внимание, что, возможно, кто-то не очень так, ну, какое-то или предательство, да, или вот, ну, действительно, какой-то конфликт, какая-то ругань, зависть. То есть что-то такое может омрачать. Но что касается руны, руна Иса, ну, небольшой, как бы, такая заморозочка. То есть не будет событий развиваться очень быстро. Возможно, вам нужно взять паузу и просто немножечко остановиться, подумать все, знаете, как вот. Не спешить, потому что дальше-то карты идут очень интересные, да. Вот, следующий день будет денежный. А вот сегодня, в смысле, в этот день немножечко вот посмотрите, да, как он пройдет. То есть карта солнца, она как бы смягчает все. И вот у нас победа над невзлотами судьбы. Но все равно какие-то по семерке пиковые какие-то могут быть, ну, неприятные какие-то стычки, да. Дальше идем. Четверг. Четверг. Что у нас в четверг? Ну, какие-то пустые хлопоты будут небольшие, да. Какой-то, возможно, чужой человек попадет в ваше внимание. То есть обратите внимание, чтобы по деньгам никто вас не обманул. Потому что у нас выходит ровно феху, это ровно денег, богатство всего материального, да. У нас выходит карта букет, то есть очень такой приятный, благополучный период, да, счастливый, радостный. Ну, какой-то вот валет пиковый говорит о том, что какие-то пустые хлопоты человек, он, возможно, циничный, возможно, обманщик, какой-то чужой человек. То есть просто внимательный по поводу денег смотрите. И нам говорят, остерегайтесь того, кому доверяете. Вот такое вот предупреждение. Вы поняли? То есть по деньгам в этот день, возможно, не стоит кому-то давать в долг. Возможно, какие-то сделки будете заключать, но просто более внимательно присмотритесь к этому человеку. Окей? Дальше. Пятница. Что у нас в пятницу? Ну, какие-то будут рабочие дороги, какая-то тут поездка, командировка. Какие-то тоже какая-то суета. Много разговоров. Рома Лагуз, вы в потоке. Движетесь в потоке. Это хорошо. Но говорят, ревность ведут к крушению. То есть эмоции под контролем держите, пожалуйста. И, возможно, каких-то приятелей встретите в этот день, в пятницу. Ну, и опять-таки, особо не напрягаться, быть в потоке. И хватит решать все проблемы. Просто отдайтесь в потоку, который вас несет. Что касается субботы, тоже тут такая интересная. Видите, выпала... По поводу, кстати, короля. Выпала женщина. Женщина с ребенком, я бы так сказала. Ну, и выпала какая-то змея. То есть она змея. Какая-то соперница. Какое-то коварство и опасность будет исходить от этой женщины. Касаемо кого? Касаемо именно мужчины. То есть получите какие-то известия. Будут какие-то хлопоты, бумажные, денежные. Надо просто посмотреть. Может, вы тоже какие-то сделки планировали заключать. То есть по поводу этой женщины просто немножечко присмотритесь более внимательно. Потому что, видите, тут как бы... Возможно, человек не очень такой порядочный. Возможно, она может как-то вас ужалить в самое сердце. То есть будьте аккуратны, пожалуйста. А что касается воскресенья. В воскресенье у нас идет все. Ключик. Откройте все двери. Руна Генос. Руна раскрытия творческого начала. Руна огня. Когда действительно вы знаете, куда вы движетесь. Возможно, какие-то будут новые знания. Какие-то новые открытия. Возможно, какое-то обучение будет в воскресенье. Ну и говорят, что будете заниматься какими-то... Кто-то будет заниматься документами. Будет небольшая сумма денег, прибыль. Большие перспективы. Увеличение клиентуры. То есть очень-очень неплохой день. Кто там работает и все воскресенья, то, скорее всего, как раз это и предвидится. Все. Троечки. Я вас благодарю за внимание. Вот такой вот у нас интересный получился раскладик. Небольшой. В общем, будет еще, конечно, очень много интересного. Кто впервые зашел ко мне на канал, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк. Напишите мне, пожалуйста, обратную связь. Это очень интересно читать ваши комментарии. А я с вами прощаюсь. До нового эфира. Все. Пока-пока. Подпишись на канал. Продолжение следует...